Добрый день, коллеги! Добро пожаловать на подкаст! Сегодня у нас 3 апреля, мы начинаем новый квартал. Второй, первый квартал мы закончили очень хорошо в разрезе профита. Мы работали в основном в режиме трейдинга, потому что нам рынок не давал возможности работать в средний срок, и цена шла за стратегиями по трейдингу. Я целый месяц очень тяжело болел и восстанавливался, и я надеюсь, что мне удастся продолжить писать подкасты, хотя и сейчас мне это довольно-таки непросто делать, но я надеюсь, что мы полноценно восстановимся в нашем режиме и будем двигаться в нужном направлении. Сегодня будет очень много важных тем, разных тем, но в первую очередь я хотел бы, чтобы каждый из вас понимал, куда движется новый квартал, что ожидать в ближайшую неделю, месяц, куда смотрят Wall Street, куда смотрят эксперты, во что они инвестируют, как они хеджируются. Это все очень важно понимать. Очень важно, чтобы никто из нас не зацикливался на своем портфеле, на своих бумагах и выпадал с рынка. Такое часто бывает, когда мы зацикливаемся на активах в своем портфеле, но не видим, что происходит вокруг нас. И когда что-то падает в нашем портфеле, мы думаем, что это мы такие плохие инвесторы или трейдеры, что выбрали плохие акции. Но на самом деле проблемы параллельно возникают в секторах, в индустриях и в целом рынке. Поэтому очень важно собирать эти пазлы в единую картину и понимать, куда вы двигаетесь, понимаете, над чем вы можете заработать и где вам нужно защищаться. Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что вся представленная информация не является ни в коем случае индивидуальной инвестиционной рекомендацией, даже при внешних совпадениях. И все торговые решения вам необходимо принимать после консультации с вашим лицензированным управляющим. Окей, у нас сегодня тематика обширна, как я уже сказал. Мы начнем, наверное, с того, какие изменения у нас вступили в силу с апреля. И прежде всего это касается наших подписчиков и нашей новой платформы Boosty, с которой мы начинаем работать. Как вы знаете, ввиду внешнеполитических историй, некоторые из нас перестали иметь возможность оплачивать Patreon и получать доступ в Discord через Patreon, потому что Patreon перестал принимать оплату из карт с территории России. И поэтому те, у кого осталась такая возможность, и он живет за пределами России, он может продолжать работать с Patreon. Те, кто живет в России, не имеют возможности работать с Patreon, он переезжает на Boosty. И в Boosty он оформляет подписку за 999 рублей. Примерно такая же стоимость на Patreon. То есть сейчас стоимость везде одинаковая, 10 долларов, всего один тариф. И он меняться более не будет. Я намеренно снизил тариф на 30%, чтобы снизить с вас финансовую нагрузку, потому что финансовая нагрузка сейчас на всех колоссальная. Поэтому повторюсь, если у вас нет возможности продолжать работать с Patreon, вы работаете с Boosty. То есть прикрепляете вашу карту, регистрируетесь, пожалуйста, указывайте в имени ваш логин от Discord, чтобы я мог вас как-то сконнектить. Но вы регистрируетесь, прикрепляете вашу карту, нажимаете присоединиться к Discord, и вас перекидывают в Discord. И далее каждый месяц будет списываться данная сумма автоматически. То есть вам вручную ничего делать не нужно будет. У меня пока стоит вопрос, как доставать деньги из Boosty, как доставать деньги из Patreon. Деньги застряли в Patreon огромные, я ни разу их оттуда не доставал, поэтому это мне еще предстоит решить. Я думаю, что мне на это уйдет 6-8 месяцев, как минимум, чтобы решить эту задачу. С Boosty я пока не знаю, как это все будет работать, именно по выводу средств, но есть возможность подключиться к Discord, и она пока работает исправно. В любом случае, если у вас возникнут какие-то вопросы по Boosty, вы можете мне писать тут же комментарии на платформе, либо писать в Telegram, либо в Discord, где вам угодно. Там обращайтесь, я вам быстренько на все вопросы отвечу. Окей, давайте вернемся к нашей адженде. Я подготовил очень хороший Friday Digest, и я о нем чуть позже расскажу. Давайте посмотрим, что у нас было по итогам квартала. Я публикую очень много материалов в ветке Wall Street в Discord. Этот материал собирается силами наших коллег и совместными. И здесь покажу, на что мы обращаем внимание, и на что вам стоит обратить внимание. Во-первых, пока у нас есть контракт с ЗАГСом, я рекомендую вам ознакомливаться с этими отчетами, где они собирают список акций на покупку и список акций на продажу. То есть сверьтесь, просто есть ли у вас там бумаги, которые относятся к продаже в первую очередь. И если там есть, вы можете попросить меня в Discord, я выгружу вам развернутый отчет от экспертов ЗАГС, и вы посмотрите, почему, по каким причинам они решили избавиться от той или иной акции, почему они приняли такое решение. Это очень важно понимать. Плюс ко всему, ЗАГС продолжает публиковать акции на ближайшие 30 дней, топ-7 акций, с которыми я тоже активно работаю. И также они выпустили специальный отчет по Metaverse, то есть метавселенной. Как инвестировать сейчас в метавселенную, если вы долгосрочный инвестор, хотите сейчас сделать метапортфель, то можете ознакомиться с данным отчетом. Также они активно работают в шорт сейчас. Посмотрите, они очень, на самом деле, эффективно шортят. Это позиции, которые они открыли в конце марта, и они приносят очень неплохую прибыль на сегодняшний день. Что еще? Настроения на рынке. Настроения на рынке стали бычьими. Мы говорим про сантимент. И как следует из рекомендации Delta Market Sentiment, они рекомендуют инвестировать. Средний срок, долгосрок, неважно. Переходить в акции и зарабатывать. Но есть огромная разница между сантиментом и технической картиной рынка. И техническая картина, как вы понимаете, она всегда первична. И техническая картина, мы об этом уже писали и в Telegram канале, что она очень-очень страшная. Поэтому вот этот Delta Sentiment я бы воспринимал как краткосрочный трейдинг. Не среднесрочные инвестиции, не долгосрочные инвестиции. Именно краткосрочные. Есть еще одно исследование по Asset Education американских инвесторов среднесрочных, где они сейчас держат свои деньги. У них акции, банды и нал. Нала меньше всего. Опять же, это сантимент. То есть это толпа. И я бы за ней не шел. Потому что техническая картина не предрасполагает, чтобы делать такие портфели. Это очень опасно. Поэтому на ближайшую неделю, месяц или квартал я загружаться не буду. Я вот как работал с трейдингом внутри дня, внутри недели, свинг-трейдингом. Я так и буду продолжать работать. Так же работают мои коллеги. Мы сейчас будем запускать. Я надеюсь, в ближайшее время еще одну стратегию. Она будет еще проще. Она будет еще универсальнее, еще интереснее. Для тех, кто не готов заниматься именно дневным трейдингом, но в то же время не готов работать среднесрок. То есть это будет такой свинг-трейдинг на несколько недель с хорошими позициями. Я надеюсь, что удастся обижающее время запустить их. Пока мы работаем с трейдингом маленькими шажками. Что еще из интересного? Market sentiment, мы видим, что он немного успокоился и уперся в верхней части эйфории. И это говорит о том, что нам кажется, что он оттолкнется, пойдет вниз. Потому что это видно также по инсайдерам. Смотрите, они пошли, у них настроение изменились. Бериш, то есть медвежие. И это отразится на всем рынке. Просто эти ребята чуть позже отреагируют. Найси. Техническая картина, опять же, да, индекс Маклилана говорит о том, что очень много растущих акций и кривая Найси идет вверх, пробивает 20-ю, 50-ю, среднюю. Но это опять же отражает настроение конкретных трейдеров и инвесторов. Но если мы берем другую сторону истории, макроэкономическую, то все говорит о том, что да, будет краткосрочный ралли, но после этого нас ждет сильнейшая рецессия. Потому что, как я неоднократно уже писал в ветке Уолл-стрит, Федрезерв не перестал ни на цент заливать рынок деньгами. Наоборот, он достигает всего новых и новых максимумов по вливаниям. То есть, с одной стороны, они говорят, да, мы боремся с инфляцией, с другой стороны, они заливают деньгами рынок. Это так не работает. И мы видим, что инфляция продолжает расти, она будет продолжать расти, она будет продолжать расти по всему миру. И я вам так скажу, что в Европе, в таких странах, как Испания, Австрия, Германия, Сербия, Италия, если вы поживете месяц или два, вот я живу по несколько месяцев в этих странах, веду своего бизнеса, специфики своего бизнеса, вы сразу ощутите, если вы до этого жили год назад в этих странах, вы сразу ощутите разницу в 30-40%. Это касается и стоимости жилья, и коммунальных платежей, и вашей корзинки продуктовой, которая стоила 200 евро в один поход в магазин, сейчас она будет стоить 290. Поэтому вы сразу это ощутите. И это уже ощущается очень и очень сильно. Поэтому инфляция будет расти. И сейчас и ЕЦБ, и японские банки, я об этом сегодня писал, они заливают рынок деньгами. И посмотрите, по сравнению с ЕЦБ или Федом, Япония вообще прямо переливает, я бы сказал. У нас детский лепет у Феда и ЕЦБ по сравнению с тем, что делает Банк Японии. Поэтому то, что происходит, это глобальный кризис монетарной политики. Это касается всех банков. И как они будут с этим справляться, мы можем только наблюдать и зарабатывать. Поэтому говорить о среднесрочных либо долгосрочных инвестициях вообще не приходится от слова совсем. Посмотрим техническую картину IVM, Russell 2000. Мы видим, что IVM сломался у нас 16 февраля. Это было видно по слабеющим МАГДи осцилляторам, по индикаторам, которые сказали, что все, все окей, я на этом все, я пойду вниз. Это было видно по RSI, который уперся в перекупленность и начал отдыхать, остывать. Видите, да, мы ушли. И сейчас мы, несмотря на то, что на рынке там и есть покупатели, были интересные истории с пробиванием средних, Russell 2000 является сейчас наихудшим и самым слабым индексом. И он показывает неимоверную слабость. И если вы думаете, что вот здесь можно купить и пойти вверх заработать много денег, это может сработать. Но если вы это сделаете, вы поймите, что пока вы не вышли вот выше уровней там 240 и выше, да, 250, здесь покупая, вы должны закладывать, что вы можете также пойти вниз на те же 170 к 200 средней. А мы здесь уже были. Не очень давно мы здесь были. Вот, пожалуйста. Вот, и поэтому имейте в виду, что когда вы работаете не по тренду, а тренда сейчас нет, а я как тренд-трейдер обязан предупредить вас, если вы работаете не по тренду, то вы берете на себя огромнейшие риски, огромнейшие риски, что это все может свалиться вниз. Сюда сначала, потом сюда, без проблем. В этом нет вообще ничего сверхъестественного, что это может произойти. Идем дальше. Triple Q, NASDAQ. У NASDAQ история немного, немного получше. Я повторюсь, немного получше. Хотя она тоже ужасная. И это видно по первую очередь осцилляторам. Они в пределах нормы, но они слабеют. Это видно. Также мы видим, что да, мы оттолкнулись от 20-й и 50-й средней, но ни о каком росте сейчас речь не идет. Был выкуп, вот он. И я постоянно писал на этих уровнях, что можно выкупать by the deep. Я писал, что покупайте страх, покупайте падение, потому что было много необоснованного страха. И тот, кто купил здесь вот обычный индекс, даже не акция, он забрал все это движение. Сейчас можно смело уйти и забрать эту доходность. Что там дальше будет неизвестно. Среднюю мы теряем сейчас, 200-ю. И что там, что у нас ждет на следующей неделе, я ничего хорошего не жду, будет макроэкономические показатели будет очень много. Да, у нас будут еще квартальные отчеты, которые могут поддержать рынок и дать ему хороший толчок, очень хороший толчок. Но это будет толчок, то есть вы должны понимать, что скачок, толчок это не тренд, это не тренд, поэтому когда мы видим там день роста, два дня, три дня, неделю, это не тренд, это не является ни в коем случае трендом, это просто отскок. И поэтому я понимаю, что это очень тяжело воспринимать, потому что у вас сразу возникает вот этот синдром фома, что вы сейчас в кэше, вы не в рынке, и вы не забираете движение, и вы не зарабатываете, но поверьте, это не так. То есть когда вы видите рост, да, на рынке, вот такой вот, да, можно зайти трейдером и заработать, но говорит о том, что опа, пошла неделя роста, и сейчас я загружу свой инвестиционный портфель, закуплю дешевых бумаг, это не так, это ошибка, и она может дорого стоить. Итак, такие ошибки делал, например, Джозеф Карлсон, мы с нашими коллегами обсуждали его сделки, мы, наверное, не будем его больше отслеживать, потому что мы наблюдаем некую тенденцию, он сначала покупает бумагу, какую-то, например, он покупал Алибабу, потом он в спешке ищет обоснования своей покупки, то есть он говорит, вот, посмотрите, такой-то эксперт сказал то-то, а вот такой-то эксперт ждет такие-то ожидания, а вот так вот отзываются ряд экспертов, вот поэтому я купил, а потом он теряет свои деньги огромными кусками и ищет объяснение этому, это было, это было вот с бабой, он загружал, потом объяснял, почему он потерял, то есть это вот самоуспокоение вот это вот, поэтому мы, наверное, от него будем уходить, потому что это ненормально так управлять портфелем, либо ты объясняешь, зачем ты делаешь тельные действия заранее и объясняешь с какой целью, какой доход ты ожидаешь, либо ты этого не делаешь и не покупаешь, но покупать Алибабу на отскоке в долгосрок, а потом говоришь, что потерял кучу денег, я не говорю, что никто не имеет права на ошибку, все ошибаются, но это не ошибки, то есть это прям косяки, то есть это говорит, наверное, о том, что у тебя какой-то стратегии, что ли, нет, или она как-то деформировалась, или у тебя профпригодность замылилась, то есть это об этом говорит, на ошибки все имеют право, абсолютно, в трейдинге то уж тем более, я вот в начале года потерял сразу сколько там, 28 тысяч долларов за сессию, на ошибки все имеют, все имеют право, но это прямо косяк-косяком, то есть такие вещи нельзя делать, вот, давайте вернемся к нашей аналитике, Triple Q S&P, с S&P история похожая на на Triple Q, но только с виду, потому что S&P тоже был отскок, доллары тоже хорошенько поросли, но опять же мы видим, что у них очень схожая по RSI и MACD картина, и также мы видим, что здесь 20-е и 50-е хотели показать нам рост, вот здесь было пересечение, мы думали, что он пойдет рост, но этого не произошло, рынок поломался, и это было, был такой ложный сигнал, пришел огромный продавец, смотрите на эти плиты, пришли продавцы и подлили рынок, и вот эта вот свечка нам говорит о том, что скорее всего понедельник тоже будет пролив, по итогам квартала у нас в лидерах является энергетический сектор, последние три месяца, после них идет утилит, идут утилит, и если мы посмотрим на SCTR индикатор, я о нем рассказывал, вы можете прочитать про него про него на стокчарте, коротко скажу, что этот индикатор, чем ближе к 100, он тем лучше, и он обобщает технический анализ на конкретный актив, то есть с точки зрения технического анализа энергетический сектор и утилиты выглядит очень хорошо на данный момент, внутри энергосектора у нас лидерами являются такие такие направления как уголь, оборудование для нефтегаза, оборудование интеграции integrated oil gas, то есть эксплуатационные вопросы, exploration production, здесь производство и pipeline, pipeline это труба, ну доставка, все это в лидерах роста, посмотрите на этот рост за последние три месяца, 83%, это 49, 40, 37, 21, огромнейший рост в энергетике, и если мы возьмем, опять же провалимся еще глубже, то мы увидим уже конкретные акции, которые просто невероятно выросли на 120%, на 160% по итогам квартала, поэтому энергетика сейчас в больших фаворитах в этом плане. Это что касается наших трендов, put call ratio, мы достигали уровня единички, я еще посмотрю в понедельник на нее, но уже сейчас можно сказать, что очень сложная ситуация, потому что внутри недели мы неоднократно превышали оценку единичку, это говорит о том, что преобладало количество заявок на puty, то есть смарт-игроки, смарт-мани, они хеджировались очень-очень сильно и защищались, они были испуганы, испуганы ситуацией на рынке и хеджировались, на это очень важно обращать внимание своевременно, чтобы принимать те или иные корректные решения. Давайте посмотрим на ближайшие несколько месяцев с точки зрения Ларри Вильямса, о чем он нам скажет, о чем он нам скажет, где я его... Вот, итак, мы с вами увидели январь, как себя повел, далее мы видели февраль и по февралю мы двигались потому, что он нам говорил далее марта в марте у нас была работа со ставками ФРС, ничего критичного не произошло, никакой сильной реакции не было, ну и наверное не будет пока рынок заливают под деньгами вот и все и здесь о чем-то говорить крайне сложно, когда ведется двойная игра. Что у нас по апрелю, маю и июню? мы сейчас не строим прогнозы, мы сейчас смотрим на ретроспективу, о которой нам сказал Ларри Вильямс, потому что человек, который умеет зарабатывать 12 тысяч процентов в год, много лет подряд наверное ему можно верить, но опять же мы просто берем аналитику и пытаемся к чему нам быть готовым, пытаемся понять к чему нам нужно быть готовыми. Итак, апрель, начало слабости рынка вплоть до июня, это говорит Ларри Вильямс, и здесь он отталкивается от исторических данных. Далее, он ожидает, что с мая вообще по октябрь, тоже согласно историческим данным, это уже не Ларри Вильямс, прошу прощения, это исторические данные с Уолл-стрит, ожидается, что с мая по октябрь на рынке ловить нечего, будет очень слабая доходность и это цикл, то есть это цикл, который повторяется из года в год и вот эти месяцы они считаются слабыми, это именно, это не, повторюсь, это не мнение Ларри Вильямс. Вот мнение Ларри Вильямс, ЛВ, начало ралли в мае, рост рынка, который политически мотивирован. Учитывая то, ситуация очень сложная, крайне сложная, я бы сказал, критичная, посмотрим, как этот триггер сработает, будет ли действительно это работать так, как ждает Ларри Вильямс. Июнь, месяц распродаж, но не переход в медвежью стадию, это тоже исторические данные, на которые нам нам указывает Ларри Вильямс. Резюмируя, квартал будет очень непростым, будет очень сильный рост краткосрочный, потому что будут хорошие квартальные отчеты, будет исторический цикл, о чем нам говорит Ларри Вильямс. Но в то же время апрель, май, июнь, и вплоть до октября ожидается, что на рынке будет слабость. То есть, не стоит ожидать в целом, что весь рынок вырастет. Ожидать, что вырастут конкретные отдельные истории, которые мы рассматриваем в трейдинге, в дейтрейдинге, в свингтрейдинге, что будут какие-то бумаги давать там 24% или 28, 18% или выше, или как это было с бумагой LGVN, которая нам дала там под 50% за пару дней. Да, такие истории будут срабатывать. Либо то, что касается энергосектора, который очень хорошо вырос сам по себе. То есть, если бы мы просто купили 3 месяца назад энергетический сектор и сидели в нем, мы бы заработали 40% на депо. Или по отдельным акциям заработали там 80% или 150%, 120%. То есть, вот об этом речь. Но говорить о том, что весь рынок будет показывать силу, не приходится. Он, скорее всего, таким не будет, раз многие эксперты об этом говорят. Как я уже публиковал, в этой всей истории также вырастут комода, комодитис, товарные сырьевые рынки очень сильно вырастут. И опять же, это не история защитного актива в лице золота. Абсолютно нет. По золоту у нас эти ветки макродата, макроданные, была история, где у нас золото, 12%. В то время, как газ, хитинг ойл 120%, 93%, кофе 85%, VTI кроет 68%, бренд 66%, хлопок 66%, газолайн 61%. То есть, золото, сахар, кукуруза, копер, золото для них как до луны. Поэтому говорить о том, что золото является защитным активом, здесь не приходится. Есть много других активов, которые сыграют вам защитную роль. Огромное количество. И они будут расти, инфляция. Потому что мы переходим в стадию постковидного вот этого кризиса. Инфляция, проблемы с сырьем, проблемы с продуктами, с цепочками поставок. Это все осталось. Вот я сейчас вернусь к Ларе Вильямсу. Что у нас было? У нас пандемия снизилась. Риски пандемийные снизились. Но инфляция огромные риски. Макроэкономика в лице товарных рынков будет критической. Ну и ФРС. ФРС касается не только США. Я об этом уже говорил. Прошу прощения. Не только США. Но и европейского рынка и японского. То есть сейчас все заливают рынок деньгами. И никто даже не успокаивается. Посмотрите. Поэтому все борются как могут. И все будет крайне крайне сложно. И в этом году и в этом квартале и в ближайшие месяцы. Еще и к этому прибавьте неопределенность с геополитикой и получите огромнейшие риски на рынке ценных бумаг. У меня на этом все. Я хотел уложиться в полчаса. Потому что мне говорить крайне тяжело. И как только начну восстанавливаться будем чаще общаться и дольше общаться. если будут вопросы пишите в дискорд пишите пишите в бусте если будут вопросы я на все отвечу. Телеграм-канал пока остается закрытым чтобы нам не разводить там холивар как говорится чтобы всего этого не происходило чтобы никаких конфликтов не было. телеграм пока будет закрытым мы общаемся в дискорде отвечая на все вопросы помогаем друг другу. На этом у меня все. Всем удачи держите верно курс. Всем пока.